Читать зимой это ни на что не похожее занятие. Пушистый снег за окном, уютное кресло, теплый плед, горячий чай и интересные книги, которые помогут окунуться в зимнюю атмосферу и настроиться на ожидающий праздничный лад. Сотрудники Соломбальской библиотеки имени Бориса Викторовича Шергина предлагают вашему вниманию одну из таких замечательных книг. Написал ее Михаил Макиенко и называется она «Как бабы Яги Новый год встречали». В стародавние времена бабы Яги жили пораздельно. У каждой была своя избушка на курьих ножках в глухом лесу и далеко друг от друга. Старшая баба Яга для связи держала гусей и лебедей. В быту от них пользы мало. Ивашечку утащить – это пожалуйста. А чтобы конкретно по хозяйству помочь, от них не дождешься. И провианту на всю Араву пропасть уходит. У средней бабы Яги Филинс в советниках состоял. У него был острый ум и богатый жизненный опыт. А средняя баба Яга была глупа и никакой жизненный опыт не делал ее умнее, а скорее даже наоборот. Младшая баба Яга жила одна. Она очень любила природу и поэтому в избушке застать ее было трудно. Иногда она целыми неделями бродила по лесу, природой наслаждалась. Но это было раньше. А сейчас бабы Яги давно съехались, втроем живут в одной избушке на курьих ножках. И поэтому истории с ними случаются в три раза интересней. Эта история началась перед самым Новым Годом. С утра в избушке на курьих ножках шли приготовления к новогоднему празднику. Средняя и старшая баба Яги ушли приглашать гостей, а младшая осталась перебирать в избушке и наряжать елку. Висевшую в углах паутину она превратила в разноцветные бусы. Повсюду заблестели воздушные шарики. Вскоре явился Кощей Бессмертный. «Привет, старая! Ты чего это? Евроремонт делаешь?» «К празднику готовлюсь. Заходи, поможешь елку украсить». Кощей притащил с собой большую картонную коробку, где, по его словам, были елочные украшения. Баба Яга украшала елку спереди. Кощей стоял за елкой и, хихикая, что-то на нее вешал. «Ну что, Кощеюшка, получается? Еще как получается! Красотища! А у тебя и у меня!» Баба Яга отошла от елки, любуясь украшениями. Шарики, звездочки, бусики. Косточки радостно добавил Кощей. Какие косточки? Младшая Баба Яга обошла елку и остолбенела. На елке висели черепа и кости каких-то непонятных животных. Из-под веток выглядывали дохлые мыши, огромные пауки, рваные ботинки и прочая ерунда. «Ты что, понавесил?» – закричала младшая. «Это ведь елка новогодняя, а не бак мусорный». «А что? По-моему, очень даже оригинально. Но хочешь, я для разнообразия каких-нибудь шариков повешу?» «Какие шарики! Для разнообразия тебя самому надо на эту елку повесить. Снимай все это немедленно». «И не подумаю», – рассверепел Кощей. «Я свое мнение имею. А ты, между прочим, и сестрицы твои вообще не своим делом занимаетесь. Новый год праздновать собрались. Ёлку игрушками украшают. Тьфу! Ты чего это? Умом рехнулся. Это вы рехнулись. Ваше дело – детей маленьких в печке жарить. А они тут праздники устраивают». Младшая баба-яга плюхнулась на лавку и открыла рот от удивления. Кощей расхаживал по избушке и вещал голосом депутата. «Я теперь славянскую мифологию изучаю и все про всех знаю. Ваша избушка должна быть обнесена забором из человеческих костей. На заборе должны быть черепа. Вместо засова – человеческая нога. Вместо запоров – руки. Вместо замка – рот с острыми зубами. «А у вас все открыто. Приходи, кто хочешь, и бери, что хочешь. У вас даже лопаты нет, чтобы детей в печь забрасывать». «Да, жалко лопаты нет, а то бы я тебя сейчас ею огрела, чтобы ты все эти глупости позабыл», – прошипела младшая и угрожающе приподнялась с лавки. Кощей понял, что его лекция может плохо закончиться, и выбежал из избушки. Следом за ним, размахивая сляской дохлых мышей, выскочила младшая баба-яга. «Дак это ж когда было, – кричала баба-яга, бегая за Кощеем по сугробам. Сейчас ведь время уже не то. Сейчас всем помогать надо, добрее надо быть. То-то я вижу, какая ты добрая, – пыхтел Кощей, – увертываясь от удара вдохлыми мешами. То на елку меня хочешь повесить, то лопатой огреть, по сугробам вот как заяца гоняешь». Они бы еще долго бегали вокруг избушки, но из-под фундамента высунулась огромная куриная лапа и подставила Кощею под ножку. Кощей кувыркнулся и воткнулся головой в сугроб. Баба-яга вытащила его за ноги из снега и перемирительно сказала. «Ладно, Кощеюшка, не сердись. Скоро сестрицы придут, гостей приведут. За стол сядем, Новый год встретим, будем веселиться». Она не успела закончить фразу «В лесу заскрежетал снег, и на опушке показались уставшие и злые сестры». Одни, без гостей. Кощей на всякий случай убежал в избушку. В избушке на курьих ножках стало тоскливо. Праздничное настроение, которое было утром, исчезло, как будто на него напялили шапку-невидимку. Полдня старшая и средняя баба-яги бегали по сказочному лесу, пытаясь хоть кого-нибудь пригласить к себе в гости на новогодний праздник. Но все было напрасно. «Значит, у нас гостей не будет», — вздохнула младшая баба-яга. И презрительно кинул в сторону Кощея, добавила. «Один вот только этот кабачок без семечек». «Почему это без семечек?» — обитился Кощей. «Так а потому что, если бы у тебя в голове хотя бы семечки были, ты бы так елку не украсил». «Придумала!» — вдруг крикнула старшая баба-яга и спрыгнула с печки. Все от неожиданности вздрогнули. «А полетели-ка в город к детям на праздник. Давно нам пора с ними познакомиться. А лучшего повода и не придумаешь. Пусть знают, что мы уже давно переменились все». «Правильно!» — подхватила младшая. «Повеселимся с ребятами на славу. Будем танцевать, будем частушки петь», — добавила средняя. «Летите, веселитесь. Вот только жалко, что Деда Мороза не будет». «Как это не будет?» — в один голос скрикнули бабы-яги. «Да не Деда Мороза, а Мороза не будет», — смутился Кощей. «Вроде оттепель началась». «Ничего себе оттепель!» — сказала средняя, посмотрев в окно. Курьи ножки совсем от холода посинели. «Слушай, Кощей!» — сурово сказала старшая баба-яга. «А иди-ка ты к Лешему! Без тебя-то спокойней!» «И коробку свою забери! У нас и так барахла хватает!» — добавила младшая. «Не-е-е! К Лешему не пойду!» — он зануда, — сказал Кощей. И стал запаковывать свою коробку. «А что мы ребятам подарим?» — спросила средняя. «Нам ничего ребятам дарить не нужно», — сказала старшая. «Подарки Дед Мороз подарит». Сестры переглянулись. «Ну, я побегу!» — засуетился Кощей. «Вы тут веселитесь, а мне самое время свой праздничек начинать!» С этими словами он вытащил из запечки пухлый, расшитый блестками мешок, который притащил с собой, запихал в него коробку и вышел вон. «А чего это у него в мешке?» — спросила средняя баба-яга. «Говорит, сюрприз какой-то», — ответила младшая. «Не нравятся мне эти сюрпризы», — насторожилась старшая. А в это время на окраине Петербурга, где в однокомнатной квартире жили Даша, Игорь и их сын Тимофей, тоже шли предновогодние приготовления. Даша готовила на кухне праздничные блюда, Игорь устанавливал в комнате пушистую елку, а Тимофей протирал елочные игрушки от накопившейся за год пыли. Настроение у всех было праздничное. А затем Игорь отправился в бюро новогодних услуг, чтобы пригласить Дедушку Мороза к ним в гости. И здесь у бабушки-забабушки вдруг выяснилось, что Дед Мороз пропал, и Игорю нужно отправиться в сказку, чтобы разобраться, что же там произошло. Вот так неожиданно Игорь попадает в сказочный лес, в избушку на курьих ножках, в гости к трем бабам-ежкам. И они вместе решают, как им найти Деда Мороза. А вот какие трудности пришлось преодолеть героям этой сказки, чтобы счастливо встретить Новый год, вы узнаете, прочитав книжку Михаила Макиенко «Как баба Яги Новый год встречали». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok